Сегодня пятница, мы на даче. Вчера было тепло, сегодня ветер. Я в двух кофтах. Говорят, в Москве жара. В Среднем Поволжье не очень жара. Ветер какой-то холодный. Точи вчера протащили эту дверь. Хотела вам, знаете, что сказать? Вот у меня телефон Samsung A5. Вот классом он выше телефона моего мужа. У него Lenovo, там, 100-летний. Вот. И у дочери моей тоже. У нее Samsung, но классом пониже моего. У всех интернет работает, кроме меня. На даче, на даче. Вчера уже приоритетную симку сделала НТСовскую. Подключила тарифище. В надежде приехала, что я здесь могу вечером YouTube хотя бы посмотреть. Или советы какие-то по огороду, по даче там. Настойки какие сделать, пропорции. Все это я могла посмотреть. Что вы думаете? У меня нету интернета вообще. Вообще нету. Циферка E стоит. И телефон мне говорит, подключитесь к интернету. Поехала туда к девчонкам в салон. Говорю, девочки, говорю, может у меня какие-то функции отключены в телефоне? Смотрите, говорю, может приложения какие-то. Сидят две клушки. Переглянулись. У вас мобильные решения не включены. Но я им стала объяснять. Я говорю, а мобильные решения включаю, когда из дома выхожу. А дома у меня Wi-Fi. Домой, когда я прихожу, я отключаю мобильные решения и включаю Wi-Fi. Мы вот вам сейчас включили мобильные решения и все будет хорошо у вас. Приезжаю на дачу. Опять жопа. Извините за выражение. Как не работал, так и не работает. Не могу понять, кому идти. Кто мне может помочь? Не знаю, к компьютерщикам. Возможно, у меня какие-то функции в телефоне отключены. Не знаю. Вот пока поливаю, с вами болтаю. Доченька моя получила корочки. Она же ездила. Возили мы ее в Самару на повышение квалификации. Ой, помидорки жалко было выкинуть. Воткнули вот сюда вот. Вчера пролила все свои растюшки. Зелень у меня там всяческая. Вчера кушали уже мангольд, рукула, вкусняшка. Полила вот клубничку. Клубничка начала спеть. Более-менее проредила свои свеклу. Ну, и то часто. Но это я так, это знаете, со временем. Будет пореже. Потому что сейчас проредишь, а что-то не взойдет. Вот как там у меня. Вот видите, там середочка вообще не взошла. Я еще подсадила. Поэтому побольше уже увижу, что более-менее прижились, пошли. Тогда прорежу уже более тщательно. Так что вот, ночевали мы на даче. Не знаю, как на выходные детей приглашать, не приглашать. Мультиварка я такая довольная, как слон. Все мне в ней нравится. Настрадалась я со своей той. Я уже думала, что и везде так, оказывается, нет. Мощность приличная, тысячу ватт. Огурчики у меня. Там уже один огурчик даже завязался. Не знаю, сегодня домой ехать нет или остаться. Еще с ночевой. Сегодня пятница. Я вчера купила себе турецкие сандалики. Не показала еще вам. Они у меня дома остались. Покажу. У меня же проблемные ноги. Чтобы мне что-то найти, более-менее надо постараться. Стопа широкая. И шишки большие. И что не оденешь, все давит на шишки. А это, знаете, как больно. Ой-ой-ой. Поэтому. Вчера померила. Они ортопедические. Такие, знаете, стелька вообще. Как будто ножка утонула там. Комфортно очень. Вот. Пока с вами немножко поболтала. На завтрак. Сегодня завтракали. Мюсли. Иваныч мне предложил. Ну что ты у меня теперь хозяин на даче-то? Я говорю. Ну давай, говорю. Корми гостя. Вот он мне предложил. Или яйца вареные. Или мюсли. Но вот остановились мы на мюсли. Мюсли купила я в пятерочке. Но вот с зеленым яблоком мне больше понравилось, чем с экзотическими фруктами. Какой-то привкус там. Такой, знаете, не очень. С орехами не по зубам. А вот с зеленым яблоком прямо по самту. Там Иваныч ходит он мне. Отключили же аналоговое телевидение. И телевизор от антенны простой уже не работает, который на кухне. Теперь он проводит триколор, чтобы везде был. Свеклу надо, наверное, земелькой. Сейчас вот пролью. И потом принесу земельки хорошей. И каждый кустик придется мне... Видите, некоторые даже лежат. А это не очень хорошо для свеклы. Надо, чтобы укоренялось. Нам же нужны не вершки, а корешки. Надо будет все аккуратненько. Каждый кустик поставить, чтобы он стоял. Так, сегодня у меня в планах проредить морковку. Так, или вот морковку и со свеклой займусь. Так, вот здесь надо пролить, потому что я здесь подсадила новую. Вот здесь, видите, проплешины какие-то почему-то случились. Какие у меня здесь бордо барахлит. проплешинами взошла свекла бордо. Напор не очень. Вчера все дождик страшил нас, что пойдет. чертак устала, что-то я и Ангелину даже не досмотрела. Уснула. Что-то фильм как-то поставлен странный. все друг к другу не договаривают, что-то замалчивают, правду не говорят. Мне уже не нравится, когда так неправдоподобно фильм поставлен. Когда серьезные события у людей происходят, а они что-то не договаривают, скрывают что-то. Хотя, когда правда человек скажет, глядишь, и быстрее бы все события развивались. Но это же кино. Про Барри Алибасову услышала. Но я что-то не верю, чтобы такой человек, как Барри Каримович что-то просто выпил так просто. Что-то нам не договаривает. Дай Бог ему выздоровления. Я так понимаю, что в стакан никто крот не наливает, а наливают сразу канализацию из бутылки пластиковой. Или неужели в бутылке в такой красочный крот был, что он мог перепутать с лимонадом. И кто-то ему поставил ведь рядом. Что-то как-то странное. Странно все это, странно. Чуть не пропустили стрелки у чеснока. Ладно, соседка сказала. Я как глянула там стрелки во всем. вот мы их обломали и говорят, что стрелки можно не выкидывать, а надо их порубить и заморозить. Вот. То, что мы вот и сделаем. Вот они у меня стоят, эти стрелки. Надо их будет заморозить. Все, надо будет сейчас полить. Погода прохладная. не печет так сильно. Так, о чем еще поговорим? Привыкаю жить без Люси. Боль немножко такая притупляется. Мне тут предложили котенка взять. Есть у нас тут знакомые у меня. Есть, вместе мы работали. она не может мимо брошенных животных пройти. У нее дом чуть ли не 10 кошек живут и 3 собаки. Вот она мне говорит, давай я тебе котика или кошечку подгоню. Я говорю, нет, 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 нет. Я хоть и люблю, говорю, но так вот хранить их нет. Моя душевная конституция такая ранимая не выдержит больше, не могу. Некоторые не любят ни кошек, ни собак, а дочь у меня тоже такая сердобольная. Тоже, где она работает, им без конца подкидывают в коробке на врожденных котят, они их пристраивают. Она говорит, я тоже не могу мим пройти. Доворовых собак возят за свой счет в ветеринарную клинику, тратят деньги, если надо там кого-то спасать, спасает. Такой характер у моей дочи. У нее сейчас собачек, она у них прям как член семьи. Она как с ребеночком с ней. На ручках спят вместе. Я не могу так. Кошка, она домашняя, и я ее пускала к себе в постель. А собака, она на улице гуляет. Как бы ты ей там после улицы ноги не вымыл, все равно я не смогла бы. травку-муравку. Видите, я с тропинки не убираю. Смотри, растет травку-муравку. Другую траву убираю, это нет. А помните, была такая трава, и в этой траве росли лепешечки. Это что за трава? Почему ее сейчас не стало у нас? Мы же в детстве лопали эти лепешечки. Я бы сейчас тоже слопала, но нету. Я почему-то думала, что вот эта трава мурава, лепешечки. Оказывается, нет. Может быть, это спорож называется трава? Почему ее сейчас не стало? Раньше в деревне она везде росла. А сейчас куда она делась? что мы только не ели, когда в деревне жила? Господи. Пойдешь на улицу, какая-то, я не знаю, фигня. Эти стебли ели. Она хорошо чистилась. Я не знаю, как это называется, может, кто-то знает. высокая трава и вот там мягкие стебельки кушают. Саша спрашивает, он говорит, я знаю, про какую-то траву, говорит, что я не знаю, как она называется. Ай, кусает кто-то и сволочек. так что мы все пооткрывали, кроме баклажанов. Баклажаны у нас немножко под укрытием. А это все открытое. Помидорки, слава богу, поколемались. Перчики какие-то вот неярко-зеленые. Картошка вылезла, ягодка спеет. Костя нужен. Часов девять, наверное. Это не мое, это Иваныча. Вот он, вот он, хотел в тихушку. Не в той стороне сесть. Да я вообще хотела напротив тебя сесть, в креслице. Можно? Или здесь? Ладно, я здесь. Садись сюда, Можно убрать? Ой, ну поставила вот кактус, чтобы было красиво. Сам ты кактус. А кто же? Нажалясь, просто хотим ничего с ним. Как упрямься работать. Покажи улов. Сам поймал, сам пожарил. Икры смаз искок. Ой, сколько икры. На дачке одевать теперь, карасиков так уж ать. Наверное. Ну ладно, сейчас телефон на меня сядет. Всем приятного ужина. икры. Икрым. Икрым. Продолжение следует...